Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают так легко и гармонично влившуюся в состав своего нового коллектива. Речь, конечно же, о перешедшем перед началом этого сезона из каталонской Барселоны в Наполе Диего Марадони. Вот как раз Марадона на наших экранах сейчас был. Поздоровался с репортерами, пожелал кому-то удачи. Может быть, даже на какой-то вопрос успел ответить. И побежал в сторону своих ворот. Это, судя по всему, будет начинать Наполе встречу слева. Ну, а Удинезе с правой стороны. Готовится Джан Карло Перандола уже начать матч. Но попробуй выгони с поля журналистов, попробуй выгони операторов и репортеров. Я думаю, еще на минуту-другую начало встречи отложится. Потому что, ну, все мы знаем, что, возможно, последний сезон доигрывает Эзика не только в чемпионате Италии, но и в Европе вообще. Проблемы у этого человека с налогами возникли. Вот он как раз бежит на наших экранах, его десятый номер. И опять за ним вереницей бегут также представители журналистского корпуса. Что-то тут, видно, запланировалось. Ну, конечно же, это объятие с Марадоной. Вот этого все ждали. Можно сказать, это передача эстафетной палочки от 32-летнего Зика к 24-летнему Диего Марадоне. Новая звезда загорается на итальянском небосклоне. И это звезда аргентинская. И вот такое памятное фото с Джан Карло Перандолой. Я думаю, после этого, когда будут фотографии отпечатаны, в рамочку возьмут каждый из представителей этого трио данный снимок. Возможно, автографы на нем оставят и повесят у себя в кабинетах на долгую-долгую память. На память об этом ничего не значащим с точки зрения турнирной таблицы 29-го туре итальянской серии А. А нам предлагают тем временем ознакомиться с составами команд. Давайте, конечно же, этим и займемся. Итак, Наполи. Первый номер. Лучано Костеллини на воротах. Далее, шестой. Раймондо Марино. Пятый. Морено Феррарио. Второй. Джузеппе. В бруску лотти. Капитан команды. Третий. Чиро Феррара. Четвертый. Костанца Челестини. Девятый. Луиджи Кафарелли. Восьмой. Мисси Миллиано. Фаво. Одиннадцатый. Пауло Дальфьюми. Седьмой. Даниэль Бертони. Десятый. Диего Марадона. Главный тренер Наполи. Рино Маркези. У Динеза. Первый номер. Фабио Брини. Третий. Чезаро Каттанио. Пятый. Идинио. Шестой. Луиджи Де Агустини. Второй. Дина Галпароли. Восьмой. Пауло Мияно. Четвертый. Эммануэль Джералин. Десятый. Капитан команды. Зико. Одиннадцатый. Антонио Крисманчини. Седьмой. Джанпауло Монтессано. И девятый номер. Андреа Карневале. Тренирует у Динеза Луис Винничо. Прекрасный в прошлом футболист. Я думаю, мы еще коснемся карьеры. Именно игротской карьеры этого человека. Как-нибудь скользь. Вероятно, по ходу сегодняшнего репортажа. Действительно был очень такой неплохой игрок. Судью я уже представил Джанкарло Пирандола. Ну а смотреть весь матч. Этот прекрасный поединок будет сегодня с вами. Ваш комментатор Денис Цаплин. А мы видим, что игра уже началась. Да, действительно. Ворота Костеллини. Голкипера Наполи слева. Ворота Бринни. С правой стороны экрана. Ну что ж, давайте входить в курс дела. Смотрите, как будут располагаться игроки. И, собственно, какие, может быть, загадки, что-то новое команды друг к другу смогут загадать. С мячом Марадона. Атака развивается левым флангом. По-моему, это Челестини. Смещается в центр. Но нет. Смотрите, в прессинге Марадона не получилось отнять мяч. Зико прекрасно уходит от опекуна. Уходит от второго. Показывает Перандола продолжать встречу. Не было нарушения. Заброс мяча на партнера на левый фланг. Кто у нас здесь? Джералин это был, по-моему. Но отбивается Наполи. И начинает свою быструю атаку. Глубоко пока играет Марадона. Сегодня, глядя на состав, стоит полагать, что он будет единственным ярко выраженным форвардом. Но мы знаем, Диего Армандо еще по игре за Барселону. Что этот парень любит не только играть на острие, но отходить еще глубоко к центру поля. Получить мяч и уже на дриблинге, может быть, прорываться вперед. Ну а кто может сыграть еще на острие, если Марадона так и будет действовать по ходу сегодняшнего матча? Стоит думать. Наверное, смещаться с правого фланга будет Бертони. Но это мы с вами увидим пока что с мячом Дальфьюми. И отпасовывает он его своему голкиперу Лучано Костеллини. Рядом с ним Феррарио. Передача на Марино. Феррарио, судя по всему, будет занимать по ходу встречи позицию Либера. И чем-то похожим будет заниматься его визави и, кроме всего прочего, друг по номеру. Пятый номер Удинезе и Диньо. Быстро разыгран стандарт с мячом Бертони. Вот он на своем излюбленном правом фланге. Ищет адресата. Находит его в лице Дальфьюми, сместившегося на позицию центрального нападающего. Но там нарушение правил. И к мячу, судя по всему, подойдет сейчас никто иной, как Диего Армандо Марадона. Вот, да, как раз с мячом именно он. Рядом стоит и Бертони. И показывает Жан-Карло Перандола, по-моему, то, что по свистку надо выполнять этот стандарт. Уходит Бертони в штрафную площадку хозяев поля. Стало быть, автор штрафного у нас известен это Марадона. Бьет Марадона. Великолепный гол! Вот это положил так положил. В самую, что ни на есть девятку. И какие претензии к Брине. Это Марадона. Смотрим повтор. Удар. Прямо в самую девять. Блистательно. И еще разок полюбуемся. Вот так вот. Вот такое приобретение сделал Наполи. Конечно же угадал. Конечно же. И пускай сезон этот выдался скомканным у неаполитанского клуба. Будем думать, что в следующем году все пойдет иначе. С такой-то звездой, как аргентинец. Нужно, конечно же, бороться за титулы. Ну а мы с вами, друзья, отметим то, что Марадона забил свой мяч уже на самом... На самом, что и на есть четвертой минуте состоялось то, что называется быстрым голом. Знаете, надо сразу обратиться, я думаю, к списку бомбардиров чемпионата. Так как Диего Марадона претендует попасть в тройку как минимум. А так же может быть и на первое место при удачном стечении обстоятельств в этой встрече. И, конечно же, в последней игре чемпионата. А я скажу, что... А, погодите-ка минутку, штанга! Скажу-ка я потом. А тут посмотрите, какой опасный момент возникает у ворот. Лучано Костеллини и только лишь штанга спасает неаполитанцев от пропущенного мяча. Великолепно! А пока что смотрим угловой. Удар поворотом не состоялся. Выносится мяч. Да, конечно, оборона Наполи оставляет желать лучшего. Ну, по большому счету можно сказать то же самое и о защитных порядках Удинеза. И та, и другая команда очень много пропускают. Но если Наполи все-таки более-менее 27 пропущенных мячей на данный момент, так у Удинеза просто катастрофа. 41 забит и 42 пропущено. Марадона с мячом! Ну, нет, отбиваются, отбиваются игроки Удинеза. Так вот, я хотел сказать о бомбардирах, да? Вот после этой атаки я скажу, пока что не дают мне команды довести мою фразу до логического ее завершения. Атакует Удинеза. На левом фланге мяч. В центр немного отпасовывается. Ошибается защитник. Падает, не может держать себя на ногах. А это подключившийся в атаку защитник Де Агостини. Рвется, обыгрывает практически Дальф Юми, сместившегося на позицию правого крайнего защитника. И вот он нарушает правила. Не его это дело, наверное, обороняться здесь. У мяча Зико. Ну что, будет бить Зико? Или как-то хитро разыграют мяч? Удар поворотом это был. Костеллини на месте. И кулаками отбивает мяч. Еще один момент. Удар поворотом. Еще удар. Блистательный сейв. И Костеллини один за другим. И все-таки гол залетает. С какой попытки? С четвертой, наверное, мяч в сетке ворот. Вот это у нас начало, дорогие друзья. Вот это вот игра пошла с самых первых минут. Галпароли свой второй мяч в чемпионате Италии. 84-85 годов забивает. Очень нечасто отличается этот защитник. Но зато, как он полезен сегодня уже на этих первых минутах. Удар, смотрите. Второй удар. Третья попытка. С четвертой только попытки добивают мяч в сетку ворот игроки Удинеза. И что-то высказывает Перандоли Лучано Костеллини. Что ему не понравилось. Возможно, да, имеет в виду, что вот это офсайт был. Кстати, можно согласиться. По-моему, здесь были претензии на вне игры. Вот после того, как наносился первый удар, и Костеллини его отбил. Игрок, добивающий мяч в ворота вторым и впоследствии третьим уже ударом. Вот эти ребята, как мне показалось, были в офсайде. Ну, на первый момент это был офсайт пассивный. Но, тем не менее, повлиявший в итоге, как оказалось, на ситуацию. Поэтому претензии Костеллини, возможно, вполне оправданы. Но об этом мы почитаем, я думаю, в завтрашней прессе, когда специалисты разберут эти эпизоды более детально. Итак, значит, четвертая минута Марадона, забивший свой тринадцатый мяч в чемпионате. И Галпароли, который забил всего лишь свой второй мяч. Но для защитника это очень неплохо. Галпароли на восьмой, Марадона на четвертый минут. Итак, вернемся все-таки к спору бомбардиров. Платини лидирует в этой гонке с 16-ю забитыми мячами. Как я уже сказал, Марадона забил свой тринадцатый мяч. А это значит, что он занимает сейчас третье место. А между Платини и Марадоной притаился Алессандро Альтабелли. Представитель Интернационале. 14 мячей на его счету. Но сегодня и Ювентус, и Интер проводят свои встречи. Мы будем, я думаю, параллельно следить за этими играми. Потому что, коли уж нет смысла смотреть на турнирную таблицу, потому что ни Ювентус, ни Интер на чемпионство-то уже не претендуют. Ну и, как я уже сказал, ни Наполе, ни Удинеса. Давайте хотя бы поглядим за гонкой бомбардиров. Итак, Интер играет с Ромой на выезде у нас сегодня. А Ювентус принимает Самбдорио. Пока что в матче в Турине счет не открыт. Что же касается игры в Риме, там тоже пока что 0-0. А у нас уже 1-1. Вот такой вот матч мы с вами выбрали для просмотра. И, я думаю, не ошиблись. Какой момент у Марадоны? Ну нет, немножко не хватило скорости Диего. И спокойно Бринни мяч забрал свои руки. В 83-м году пришел Бринни в команду. 28-летний галкипер. С мячом игроки Наполе. Челестини. Отдает вперед на 9-го номера Каффарелли. Каффарелли, как мы видим, иногда оказывается на позиции центрального нападающего. Но по большей части он все-таки где-то вот в центральном круге обитает. И подключается, старается также найти время от времени передачей более атакующих партнеров Марадона и Бертони. Ну, если так дальше пойдет, можно будет его смело записать. Еще, в число еще одного атакующего игрока. Атакует Удинеза, мяч упущен, угловой удар. Удинеза, мяч упущен, угловой удар. Удинеза, мяч упущен, угловой удар. Удинеза, мяч упущен, угловая ungefährка с половинами. Вдинеза, мяч Eğer. Гирарди, бен Гирарди, solo Гирарди. Ланчае, Умберто Вида, конcessionария Ланча автобянки, assistenza con персонал специализированный, tutti i ricамби originalи. Вида, una конcessionария moderна che opera con серietà e la massima disponibilità commerciale. Умберто Вида, конcessionария Ланча автобянки per le province di Udine e Venezia, esclusiva per il Sud Friuli, alla Tisana e Portogruaro. Вида, un successo che dura da oltre 60 anni. Lavoratore Fiera, una primavera fantastica, piena di sorprese, a prezzi incredibili per gli alimentari, la casa, la moda, lo sport e anche per il giardino. Lavoratore Fiera, è molto più di un discount, è... Il tuo discount di fiducia. Allora d'accordo. Lavoratore Fiera, a Udine, quartiere fieristico. Euro Cincillà è l'organizzazione nazionale per il cincillà in Italia, il sistema d'allevamento al più alto reddito. Questo piccolo ibrido animale da pelliccia può vivere ovunque, richiede poco spazio e poco lavoro. Grazie al sistema Poligamo, un maschio e 4 o 5 fattrici, una famiglia offre dai 15 ai 45 cuccioli all'anno, i quali vengono ritirati dall'organizzazione a prezzi di mercato. Troverete animali selezionati, con schede di garanzia, assistenza e installazione in pianti di ogni dimensione. Euro Cincillà, un passo avanti verso l'ecologia, un passo avanti negli investimenti ad alto reddito. Ormai tutti sapete dove è la pasticceria Gelateria Andaloro. Certo, è in via Pradamano a Udile. Pasticceria Gelateria Andaloro, prodotti freschissimi di giornata in un vastissimo assortimento con specialità che solo Andaloro ti può dare. Ma non è tutto, vastissimo assortimento anche di meravigliose confezioni regalo. Eh sì, pasticceria Gelateria Andaloro, in via Pradamano a Udile. 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 Chorosy moment. Obasne, но Castellini na mese, ma справedliwości Rajdi. Udile. 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 Еще один момент. Назревает. И снова угловой. Посмотрите-ка. Надавили, надавили на своих гостей сегодняшних хозяева. Атакуют Бенконери. Вообще очень похожи. Ювентус и Удинезе отчасти. Вот и формы у них. Ох, какой удар! И формы похожи, и прозвища в честь этих форм. Черно-белые цвета именуются Бенконери сокращенно, да? Ну не то, что сокращенно. В переводе на итальянский. Вернее, так звучит по-итальянски. Почему в переводе? И тех и других, кстати, называют зебрами. Ну, по поводу зебры Удинезе тут все понятно. В 70-м году, по-моему, вот логотип, эмблема была у этой команды, на которой была изображена зебра. Так вот и повелось называть зебрами этот итальянский коллектив. В атаке голпароли. Герой сегодняшнего матча. Хочет еще забить. Крис Манчини. Бросает в прорыв кого-то из партнеров, но прорыв оказался слишком рваным. Перехвачен мяч. Бертони. Прямо в голову сопернику зарядил, тем самым организовав пас на игрока Удинезе. А это Карневале был. Нарушение правил. Против буквы закона было сыграно. Относительно. Да, Гастине и штрафной удар готовится. Выполнить 10-й номер. Зика. Король Артур. Артур Антуниш Каимбра. Полное имя. Поэтому и прозвище вот такое. Ну, также называют белым пеле. Посмотрите, нет. Уступает место Идиньо у мяча. Своему другую товарищу, также бразильцу. Идино Назарет Фильо. Назовем уж и полное имя этого. Представители Южной Америки в Италии. Удар поворотом. Хороший сейв Костеллини. Костеллини пока что сегодня на высоте. Еще один удар. Нет, там не удар. Там это двое защитников на поле летело отбиваться. И, по-моему, Феррарио выбил мяч на угловой удар. Какой уже угловой по счету, а? Надо записывать. Я, честно говоря, упустил этот момент. Надо было галочки ставить. Ну, давайте посмотрим, как будет подаваться этот стандарт с угла поля. Зико. Зико теперь никому не уступит. Навес. На дальнюю штангу пошел мяч. А там как хорошо в полете. Лучано Костеллини действует. До 78-го года Костеллини выступал за Торино. И в Торино получил прозвище Ягуар. Как раз-таки вот за свои такие прыжки и умение схватить и зафиксировать мяч. Сейчас мы это с вами как раз вот и наблюдали. Ну, зафиксировал он мяч не сразу. Скажем уж, чего уж там. Но ведь зафиксировал в итоге. Поэтому Ягуар в Торино стал обладателем Кубка Италии, чемпионом Италии. Так что есть уже трофеи в коллекцию этого итальянского галкипера. Уважаемый очень человек. 39 лет Костеллини. Карьера близится к концу. А тем временем в атаке Наполи. И что же там? А там офсайт. По-моему, Челестини залез в положение вне игры. С мячом Брини. Эдиньо переводит мяч на левый фланг. Джералин. Джералину можно легко узнать по его вот этой длинной белокурой прическе. Так же, как и несложно определить, где находится в данный момент Диего Марадона. У того тоже Шевелюра будь здоров, да? Ну и Зика где-то рядышком притаился. Тоже с весьма густыми волосами. Каффарелли. Каффарелли. Ну да, Каффарелли, как мы видим, действует также из глубины. Очень часто оказывается на позиции чуть ли не единственного форварда. Все правильно мы с вами поняли по первым минутам. Зика отдает на партнера. С мячом у Динезе. Мяч у Карневали. Монтесану. Штрафную. Навес, даже наброс такой. В район 11-метровой отметки. Но там никого абсолютно нет. Чиро Феррара. Дальше идет Феррара. Вперед идет Феррара. Молодой 18-летний парень. Ах, не стал на него отыгрывать партнерша. Обидно. А теперь дыра в обороне небольшая образовалась. Но мы видим, там страховал Дальфьюми, оказавшийся несколько глубже, нежели он обычно располагается. И поэтому ничего опасного не было. Да к тому же соперника проводил до самого углового флажка Фаво. Но с мячом у Динезе. Ух, и мимо мяча махнул Монтесану. Монтесану. Да, после пропущенного мяча как-то разладилась немного игра у голубых. Так же называют, кроме прочих, наименований команду Наполе. Ну, мы сегодня уже сказали то, что у Динеза одно из прозвища «Зебры». Так давайте отметим, что у Наполе также одно из прозвища «Маленькие ослы». Вот так вот мило звучит. Маленькие ослы или ослики. На самом деле повелось это все с очень далеких таких махровых времен. С сезона 26-27 годов. В то время на гербе Наполи, не как сейчас вот, буква «Н», да? А в то время был изображен вороной кони, символ Неаполя. Ну, в том самом злополучном сезоне 26-27 годов Наполе выступило безобразно, заняв последнее место. По-моему, всего одно очко набрала данная команда по итогам чемпионата. И послышались призывы не позорить символ города. А руководство игроков клуба болельщики стали называть «ослами». Сначала это было обидно, оскорбительно. Ну, потом как-то годы шли, и закрепилось данное прозвище за клубом. А талисманом даже стал «ослик». Вот так вот. Такая история. Хорошая передача на дальнюю штангу. Удар через себя мимо ворот. А кто это так бил-то и доволен, доволен действиями партнера «Зика». Отличный, конечно, момент опять упускают. Зебры. Очень было опасно. И попади мяч в створ. Как мне кажется, Костеллини был бы бессилен. Вообще удары через себя, они таят. Огромная опасность для вратарей. Хотя бы потому, что голкипер не видит, куда смотрят игроки нападающей стороны. Куда смотрит бьющий. Куда он хочет повернуть свою стопу. Стопу. Вот. Поэтому, куда полетит мяч, угадать крайне сложно. А у нас тем временем травма. Один из игроков обороны неаполитанцев на газоне. Узнает в руссколоте, в чем дело. Может ли игрок продолжать встречу, судя по всему. Напомню, что есть у каждой команды по две замены, а на скамейке по пять человек. Наверное, все-таки рано еще оглашать список запасных. Судя по всему, вернется в игру, получивший травму. Неаполитанец. Феррарио. По-моему, это Марино. Так вот атакован жестко. Идинио. Ну да, Идинио на позиции Либера. Самого последнего защитника играет. И вот если надо, сразу побежал в атаку. Рядом с Зико. Чуть-чуть под ним он располагается. Если что, вторым темпом, конечно же, поддержит. Да, может и третьим. Но не пришлось этого делать и Диньо. Атака захлебнулась в результате неточной передачи одного из партнеров. Хороший момент. С мячом Бертони. Удар поворотом. Отбиваются зебры. На этот раз их пронесло. Но посмотрите, вот как раз-таки еще одна волна накатывает. И здесь все спокойно. Здесь Джералин. Идет в атаку Удинезе. И спокойно отбиваются подопечные Рино Маркези. В бытность игроком Рино Маркези был защитником, полузащитником. Выступает за Фиорентину. Даже выиграл кубок обладателей кубков в 61-м году. Пришел перед этим сезоном из интернационали. Тренировал до этого он миланскую команду. А вот с 80-го по 82-й годы также тренировал Наполею. Можно сказать, возвращение в родные пенаты такое. Очередная атака на втором этаже был сильнее игрок Удинезе, но удар слишком уж был неточен. Поэтому Костеллини с Феррарио, не торопясь разыгрывают мяч, готовятся к очередному выступлению. Слышите, как поддерживают болельщики своих любимцев? Аплодисменты стройные такие. Как во время какого-нибудь марша прям отбивают четкие восьмые доли. Хлоп, хлоп, хлоп. Пока что в атаке. Марадона! Марадона! Отдает передачу партнеру. Возвращает мяч Фаво в штрафную площадь. Но перехват. Хорошая атака и нету положения вне игры. Да как оно может быть, когда там Феррарио глубоко засел метров на пять глубже, нежели остальные защитники неаполитанцев? Рвется вперед одиннадцатый номер Дальфьюме. И роняют его на газон. Поднимается Джералин. Положил он Дальфьюме, дал тому передохнуть. Тридцатилетний полузащитник Дальфьюме пришел в восемьдесят втором году из Перуджи. А у мяча вновь Марадона. И уже, я думаю, сильнее занервничали. Игроки Удинезо. Помнят они первый выстрел Диего в этом матче. Какой был гол-то, да? Напомню, на четвертой минуте был открыт счет. И потом на восьмой гол пароли. Его сравнял. Марадона прямо в стенку. На этот раз не очень точно. Зико переводит мяч в центр Джералина. Монтесано. Постоянно меняются игроки и той, и другой команды. Местами, особенно это касается атакующей линии. Вот посмотрите. Миана, Монтесано. То здесь, то там, то справа, то слева. Карневали уходит налево тоже частенько. Зико, хоть и держится больше в центре, но периодически тоже то там, то здесь оказывается. Это касается и Дальфьюми с Бертони, с Коффорелли. И Челестини тоже. Хоть и обосновывается он больше на правой части поля. Ближе к центру. Но пройдет минута, глядь, он уже где-то слева атакует. Последите повнимательнее. А вот, что касается Брускулотти, я вот замечаю. Он хоть и защитник, и даже не только центральный, как сегодня, но и правого может играть. Но через раз оказывается в роли опорника, а то и центрального полузащитника. Лезет вперед смело капитан команды на поле. И знать, таково распоряжение Рина Маркези. Хотя, может быть, это и личное желание игрока, а все-таки капитан, крайне уважаемый человек. Можно сказать, уже легенда клуба. С 72-го года. Только себе представьте, он выступает за Наполе. Пришел из Соренто. 33 ему сейчас. Но это, конечно же, совершеннейший пацан. По сравнению с Суичаном Костеллини, я уже упоминал, что тому 39 лет. Вообще, очень большой разброс возрастной у Наполи. Костеллини 39, а Феррари и Фава по 18. То есть, голкипер годится просто-таки в отцы своим полевым игрокам. Но, тем не менее, вот такой солидный возраст неаполитанской команды не сказывается на том, что в сумме-то они помоложе, нежели их сегодняшние оппоненты. Средний возраст Наполи 26,1 года, в то время как у Динеза 27 лет. Нет у них таких и возрастных, и молодых парней в составе, но все больше за 25 как-то игрокам. Ну вот, если брать самого взрослого, это защитник Чезаро Катанио, 33 года, а самый юный Луиджи Де Агостини. Ему 23. Есть один 18-летний парень, защитник Массимо Сусич, но он на скамейке запасных, может быть, он сегодня выйдет, хотя сомнения меня гложет. А тем временем матч перевалил за экватор. Не матч, а тайм, извините, конечно же, перепутал. 30-й минуте уже у нас ближе. Счет 1-1. Мы договорились с вами следить за тем, как складываются противостояния у Ромы с Интером, у Ювентуса, с Амдори, так вот, в Турине пока что 0-0, а у нас пока что что, очередной штрафной? В портере просто берутся, берутся уже. Так вот, а в матче Рома-Интер так же, как у нас уже счет 1-1. Анчелотти отличился за римлян, а за Милан забил также представитель Ромы. Гол в свои ворота на счету Одди. Вот так вот, удар по воротам, штанга! Уже вторая штанга в сегодняшнем матче спасает Костеллини. Ух ты! Еще сейчас будет выстрел, наверное, такой же. Это все, да, Гостини подключается в атаку и лупит, и лупит, и лупит. А пока что реклама. Рома-Интер лупит. Рома-Интер 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 как мы видели второе уже второй попыткой выше ворот джеролин марадону не обойдешь тот может даже в обороне потягаться ну тут сам себя обманул диего и посмотрите опять до гостини опять готовит под удар нет не готовят но тут стенку было сыграно в двойную стенку уже и посмотрите смех и только феррара вместо мяча едва не вынес за центр поле капитана команда брусколотти навес что нет мяч не покидает поле атакуют удинезе крестимани навес штрафную выносится мяч еще одна попытка будет нет будет зафиксировано нарушение правил и штрафной удар зика бежит и ничего вернее сейчас сейчас мяч прибежит зика да вот так и прибежал расставляет своих партнеров брусколотти вот такой авторитет у человека посмотрите как зика недоволен своими гертонуком сей вперед какой момент блистательный сейф костылини ухты просто выдыхают последние минуты раз за разом облегченно болельщики на поле по костылини то сегодня каков великолепный конечно галкифер просто звезда своей команды ягуар не ослабляет хватку команда хозяев поля навязывают они до что навязывают уже навязали свою игру гостям карневале не очень хороший прием мяча но тем не менее остается власть во владимир с кожаным снарядом в дружбе с ним чуть ли не в объятиях команда луиса виничо я говорил что может быть обратимся мы к каким-то частям биографии виничо но вот игра в принципе нам даже не позволяет это сделать такой темп бешеный но я могу сказать что луис виничо или луис венисио если по-португальски называть его имя а если уж целиком правильно говорите полностью то луис венисиус доменеза таково имя главного тренера инденеза так вот бытность игроком получил прозвище лев был очень ярким нападающим на вес какой момент очередной возникает у ворот костеллини лупят и лупят и подопечные виничо галкипера на неаполитанцев не помогает тим пока марадона ну один-то гол он забил республика ждет еще штрафной удар вновь и мяча десятый номер зико разумеется тоже еще ну кто-нибудь еще конечно может походит рядом вот уже три человека нет я думаю зика никому не отдаст право ударить иди не очень хочет тоже поучаствовать в розыгрыше штрафного вы видели сегодня уже единию наносил выстрелы и стандартов но нет хитро хотел сыграть единию но непонятно то ли зик того не понял то ли единию просто уводил защитник за собой таким рывком ложным хороший разбег заготовил зико метров на 89 отошел от мяча я куда но стенка насколько раньше начала двигаться в сторону зика почему не обратил на это внимание джан-карло перандола еще только на полпути к мячу находился бразильский полузащитник а стеночку уже двигалась марадона нарушение правил зика с мячом да сегодня действительно я думаю болельщики футбола получают то ради чего они смотрят сегодняшнюю игру зика блистает марадона может пока не так сверх ярко заметен не так часто он пересекается с мячом или вот так же вот как в данном эпизоде теряет его периодически но гол то он забил и какой гол и возможно будет что-то еще навес удар поворотом и очередной сейф костеллини да и вот сегодня кто звезда в наполе не марадона а а лучано кастеллини обменялся рукопожатиями зико и зика побежал подавать угловой но мы видим потому как трепещется флаг на флаг штоке то что и ветер помогает игрокам удинеза в сторону ворот костеллини как раз он дует ну что ж надо что-то делать неаполитанцам иначе гол они пропустят рано или поздно вы посмотрите две штанги уже было два супер сейва костеллини и парочка еще таких из разряда которые надо было вытаскивать а здесь вот вправду спас в упор практически наносились 2 сверх опаснейших удара марадона хорошая какая передача на бертоне марадона уходит от одного но тут в подкате по-моему все чисто было сыграно катанео выцарапал мячу диего армандо марадона и тот да не апеллирует к арбитру значит понимает что все было в пределах правил блистательно сыграл чезаре катанео бывший игрок авелино 33-летний защитник а начинал между прочим в милане нерио рока дебютировал за милан в игре против ювентуса 70-м году выйдя на замену вместо травмированного карл хайнца шнеллингера вот судьба так сложилось что не получилось в милане играть это не удар это так размять и без того уже хорошо размятого стеллини вот не получилось заиграть милане катанео две попытки даже был у этого защитника возвращался он после первого ухода в милан ну вот в итоге оказался лудинеза отличный пас манты сана по моему бил поворотом но я не уверен может это была задуманная верховая передача скорее всего бил остановимся на этой версии пожалуй атакует на поле на метакампу бертони бертони через челюсти не тро и до вратаря таким ходом дойдет мяч нет решил ferrari не продолжать движение кожаного снаряда в сторону своих ворот и посмотрите где оказался брусколоте это ведь он получает мяч на месте правого полузащитника вот это я понимаю смену позиции у неаполитанцев и побежал побежал брусколоте назад вот 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 мы видим его как раз в левой части экрана со своим игроком он дежурит а это джералин против брусколоте и все таки ошибся капитан неаполитанцев в том плане что дал прострелить джералинов во вратарскую площадь костыли не контракт подиагусти не за такой костыли не может и накостылять и так его уже замучили а тут если еще и простреливать давать раз за разом когда есть хорошие возможности не сложно выбить мяч на марадону пошел пас ах сильновато немного но зацепится конечно диего за него ух ты вот это плечом в плечо было сыграно с точки зрения хрис манчини но нет перандола иного мнения это мнение совпадает с позиции диего арман до марадоны штрафной удар это не точка марадоны абсолютно что ему тут делать с мячом зачем это надо дольфьюми я думаю вот этот высокий полузащитник сейчас навесит навесил да не совсем точно не совсем хорошо дольфьюми по сравнению с марадон и высокий у марадон 167 сантиметров удаль фильм 180 но тоже не гренадер есть ребята тут и помощнее тот же раймондо марина 188 сантиметровый центральный защитник и динья пошел вперед и динья ну далеко не стал идти зачем если есть адресат надо запаковать мячик в конверты передать тому до востребований и вот правила нарушены и качли пенсион на фавора диньезе диньезе кси протенды на моменте на ванте зико зима назад им про футбита в исчимане находит передачи партнера но нет уходит мяч и за лицевую линию не успевает к тому мантеса на место на фонда на партнер на поле диньезе к к к листине на позиции право правого защитника все правильно да и мисенца пиколария струкционизм и тактича рарио и тем не демонстрали доте и техники и дейчу к то рису к 3 миллиона что тут сегодня правда от марадоны пару раз мяч отскочил как несколько деревянного игрока совсем это похоже на диего справедливости ради надо сказать что в последнем эпизоде кожаный попрыгунки был укрощен аргентинцам а говоря об аргентинских и бразильцев да конечно же мы можем отметить еще тот факт что сегодня не только играет удинеза против на поле что не только играет зика против марадоны но разила аргентинская дуэль потому что вот бразильцев у динеза два человека в составе единию языка и 2 аргентинца есть среди 11 игроков команды в голубой форме у напали ну один из них абсолютно понятно это диего армандо марадона ну и второй я думаю вы тоже его знаете даниэль бертони вот человек который составляет в большинстве ситуаций пару нападение своему земляку своему более именитому уже земляку ну а бертони бертони тоже не зря свой хлебушек кушать не зря получает он зарплату не зря играет футбол многого уже добился чемпион мира 78 года забил между прочим голландцам выигранным со счетом 3 1 финале этого мундиаля участника чемпионата мира 82-го года также как и диего марадон но там был конечно вообще отдельная история может еще по ходу сегодняшней трансляции мы вспомним этот чемпионат а пока что момент опасный не дотягивается до мяча монтесану а уже наверное костелли не был готов сотворить очередной шедевр вратарского мастерства ну и заканчивая даниэль бертони отметим что в его активе еще чемпионство в турнире в чемпионате аргентины за индопедиенты 77 года в турнире на сианаль мы знаем чемпионат аргентины делится в течение одного календарного года на два турнира вот один из них называется на сианале 78 году также на сианале монтесану городе чемпионом герой бертони стал сильно-сильно-сильно-сильно быстро бросили аут неаполитанцы челюстини отдал партнеру на коротке сыграл не получилась быстрая атака марадона как хорошо передачу ты исполнил марадона и как безобразно хваленый мною минуту назад бертони попытался сыграть по моему на даль фьюме но пас совсем у него не получился мяч на ногу не лег в итоге прикатился к защитникам и благодаря этому зебры идут в свою очередную атаку опа хороший борцовский прием продемонстрировал сейчас но до этого нарушение было зафиксировано у игрока неаполитанцев это на самом деле любопытно да и что же судя по всему все да главный арбитр джан-карло пирандола дает свисток означающий что мы уважаемые друзья отправляемся вместе с командами на перерыв посмотрим рекламу передохнем и встретимся во втором тайме а теперь и а 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 Добро пожаловать, уважаемые телезрители, на вторую 45-минутку очень интересного, но, как я уже говорил в первом тайме, ничего не решающего с точки зрения турнировой таблицы, ничего глобально не решающего матча между командами Удинезе и Наполи. Все это действие происходит в рамках чемпионата Италии, розыгрыша 1984-1985 годов, 29-й тур, 12-е мая на календаре, и после первых 45-ти минут счет 1-1. Марадона на четвертой минуте после блистательно исполненного штрафного удара открыл счет в этом матче, и Галпароли с четвертой попытки, ну не он 4 удара наносил, а вся его команда лупила по очереди с 2-3-5 метров поворотом Костеллини, и вот удар Галпароли оказался таким решающим и бесповоротно голевым. 1-1. И давайте вспомним, да, действительно составы играющих сегодня команд. Итак, Наполи, гости. Первый номер Лучано Костеллини, шестой Раймондо Марино, пятый Морено Феррарио, второй капитан команды Джузеппе Брусколотти, третий Чиро Феррара, и четвертый Констанца Челестини, девятый Луиджико Форелли, восьмой Массимириано Фаво, одиннадцатый Паоло Дальфьюме, седьмой Даниэль Бертони, и десятый Диего. Диего Марадона, главный тренер неаполитанцев Рино Маркези. Что касается состава Удинезе. Под первым номером голкипер Фабио Брини, третий Чезаро Каттанио, пятый Идинио, шестой Луиджи де Агастини, второй Дина Галпароли, восьмой Паоло Миано, четвертый Мануэль Жералин, десятый капитан команды Зико, одиннадцатый Антонио Крисманчини, седьмой Джан Паоло Монтесано, и девятый Андро Карневале. Главный тренер Удинезе, Луис Винничо, Жан-Карло Перандола обслуживает эту встречу в качестве главного арбитра, а за микрофоном для вас работает ваш комментатор Денис Цаплин. Итак, я уже сказал 1-1, очень интересные были первые 45 минут, резво начали гости сегодняшнюю встречу. На четвертой минуте, напомню, отличился Марадоной, казалось бы, вот уже все, захватили инициативу Голубые, но, 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 как всегда одно но, мал по малу, шаг за шагом, эта самая инициатива была перехвачена хозяевами. И те уже на восьмой минуте, да, напоминаю, я в очередной раз, счет сравняли, и после наседали, наседали, да так наседали, что две штанги успел, успели зафиксировать мы, успело зафиксировать камеры и передать на весь мир. Успел две зарубки на этой штанге поставить Личану Костеллини, дважды ее поцеловать, обнять, еще не породниться. И, кроме того, несколько блистательных сейвов совершил этот голкипер, и я считаю, он является он, а не Диегормандо Парадона, главной пока что звездой у неаполитанцев после первых 45 минут. Что же касается Удинеза, то очень неплохо играла и оборона. Удар со штрафного все-таки сложно отнести к ее просчетам, а там какая-то небольшая травма. Сейчас мы видим уголкипера. Что такое с Костеллини, бровь немного рассек или что-то непонятное ушло это от нас, и не заметили мы, и операторы не обратили наше внимание на этот эпизод. Но Феррари показывает, да, что ты с бровью, ничего страшного, и сейчас игра будет продолжена. Так вот, и, конечно же, блистательно Зазебр играл Зику в сегодняшнем матче первые 45 минут. Скорее всего, покидает Зика чемпионат Италии по истечении сезона. Возможно, покидает даже Европу. Непростые у него отношения с налоговой службой, что-то там не срослось. Поэтому, возможно, вот этот матч для него, можно сказать, можно сказать, даже и прощальный. Но, по крайней мере, как пить дать, я думаю, уже в игре друг против друга, мы этих двух великолепных звезд, я говорю, конечно же, о Марадоне и Зика, не увидим. Поэтому давайте наслаждаться вот этими еще 45 минутами встречи, потому что действительно оно того заслуживает. Очень непросто складывалась карьера Зика, если уж поговорить немного об этом человеке. Ну, тут спокойно мяч забирает Костеллини. Впервые его талант обнаружил журналист Нельсон Гарсио, работавший скаутом во Фламенго. Он тогда привел 14-летнего пацана в этот клуб, но возникла проблема. Весил всего Зика 37 килограмм, можно было взять, подбросить, поймать, причем на ладонь, наверное, нормальному зрелому мужику этого парня. И тяжело было работать в единоборствах с другими, более, конечно же, могучими партнерами и соперниками. Ну, прежде всего, с соперниками на поле в играх и с партнерами во время двухсторонних встреч на тренировках. Пришлось быстро-быстро под руководством Роберто Франко-Лаччи Зика набирать вес в тренажерном зале. Принимал специальные медицинские препараты, кушал все правильно, как надо, диету соблюдал. Он с 67-го по 70-й год прибавил практически половину своего веса, 16 килограмм, а в последующие 4 года еще 13. Вот так вот. Сразу у него пошла игра во Фламенго. Очень и очень хорошо. Поставил он клубный рекорд в 74-м году по количеству забитых мячей за один сезон. 49 штук этих самых мячей назабивал. Великолепный, действительный результат. А спустя всего ничего, 2 года, сам же побил свой рекорд, записав в табличке, которая отслеживает вот эти самые забитые мячи. Удар! Поворот! Поворот! Говорил я, говорил, едва не заговорился, но не пропустили мы этот эпизод. И в очередной раз классно, действительно классно играет Костеллини, не мешает ему рассеченная бровь. Так вот, 56 голов в 76-м году Зика забил за Фламенго. Но такой талант не мог быть, конечно же, незамеченным. И сразу же по истечении того сезона 76-го года захотели его приобрести целый ряд европейских клубов, прежде всего Мадридский Реал. И чуть позже, в 82-м году, уже нацелились в Барселону, Ювентус и Фиорентино. Но перешел Зика в итоге в 83-м, спустя вот столько лет, в скромную Удинезе. И здесь он, разумеется, король, здесь он звезда, здесь его боготворят. За его плечами просто великолепный набор личных трофеев, трофеев командных. Все перечислять, наверное, нет смысла. Совсем недавно получил он бронзу на чемпионате мира 78-го года. Но разве бронза это то, к чему стремится сборная Бразилии? Конечно, это не самое лучшее достижение. Пока что Марадона в атаке. Зика чуть попозже закончим. Седьмой номер Бертони. Бертони что будет делать? Переводит мяч на правый фланг. И там удар безобразный, удар неподготовленный, как показалось. Кто это был? Совершенно я не вижу номера. К сожалению, вот у этого парня. Через тине, что ли, подключился? Нет, такое ощущение, знаете, что это пошел в атаку Феррара, Чиро Феррара. Ну, извините, если я что напутал, но сегодня Феррара периодически подключается. Есть у него такая возможность, особенно если Брускуотти никуда далеко не уходит. И подстраковывает своего более молодого, очень-очень-очень более молодого партнера. Напомню, 18 лет всего Чиро Феррари. Марадона. Хороший пас, прорыв. Один на один, выход не может, не может реализовать Дальфьюми. Эх, Дальфьюми, куда ж ты глядел-то, почему бы ударил прямо в Брини. В любой угол котни мяч и был бы гол. И посмотрите, мы можем констатировать то, что совершенно с другим настроем вышла команда Рина Маркези на второй тайм. Хотя, может быть, это продолжение истории первых 45 минут, когда начали так же резво, а потом были сдавлены более активными игроками Удинезе. Так вот, давайте закончим, пока вот есть небольшая пауза, все-таки про награды Зика. После бронзы 78-го года, что можно отметить? Он стал лучшим бомбардиром Южной Америки трижды в 77-й, 81-й, 82-й годах. Лучшим футболистом Бразилии в 74-м, 82-м. Лучшим бомбардиром чемпионата в Бразилии. Об этом уже с вами поговорили, да, чуть ранее, 78-й, 79-й, 82-й года. Совсем недавно, по версии журнала World Soccer, стал лучшим футболистом мира в 83-м году. Вот, ну а по истечении прошлого сезона, сезона 83-84, был признан лучшим футболистом итальянской серии. А вот такие вот достижения, и это не все, это перечислил я одно, вернее, некоторые лишь его достижения среди многих. Наверное, самое главное. И вот Зика как раз, Зика, герой нашего рассказа, сейчас у мяча. И рядом, конечно же, его друг и товарищ по сборной Бразилии и по Удинезе, бразилец Эдиньо. Кто будет бить на этот раз? Давайте посмотрим. Делайте ставки, господа. Ну, никто не бил, разыграли. Хитрый удар, поворотом и гол! Вот это да! Вот это выстрел! Вот это пушка! Обманули всех Зика и Эдиньо хитры, как никогда. Вот она, бразильская хитрость. Вот это да! Вот это домашняя, судя по всему, заготовка. И пушка! Пушка-то сработала. Сколько раз уже в первом тайме лупил поворотом Костеллини, защитник под шестым номером Де Агостини. И в этот раз ничто не помешало ему отличиться. Вот это выстрел! Вот это ба-бах так ба-бах! Как сетку-то не порвал, а! И тут уже предъяв даже никаких нельзя бросить в сторону Костеллини, наверное. Ну, не все правильно он вроде как делал. Но был обманут, был хитро, обманут коварными бразильцами. А я уже говорил, кроме всего прочего, сегодня дуэль. Дуэль пары бразильских игроков Удинезе и пары аргентинских футболистов Наполе. Но отметим, что счет тоже 2-1 в пользу Удинезе. На 55-й минуте свой второй, всего лишь второй мяч с такой-то пушкой в чемпионате Италии сезона 84-85-го годов забивает Де Агостини. Ну, голы-то у нас сегодня все какие загляденья, да, друзья? Ну что ж, выдохнем немного. Но я думаю, все только начинается. Разве Марадона и компания согласятся на проигрыш в гостях? Конечно, нет. Я уже говорил, что, да, за Еврокубки-то они не поборются, но обогнать Рому и Милан им под силом. Но Аудинезе разве что может обменяться местами в турнирной таблице с Аталантой. В прошлом туре Удинезе выступил Нишат Каневалко. Это, если говорить мягко, проиграл на выезде Фиалком, Фиорентини 3-1. 5 мая этот тур, 28-й, состоялся. Наполе же довольно неплохо сыграл с Ювентусом, но неплохо по результату 0-0. Ювентус занимает на данный момент четвертую позицию. Таполе же, как я отмечал, несколько поглубже в турнирной таблице на восьмом месте. С мячом неаполитанцы. Марина отправляет вперед Брусколоть. Ну, сколько раз мы уже сегодня отмечали, что Брусколоть вперед идет за Мил душу. Остался сзади немного Марадону. Уступил он товарищу право поатаковать. Штрафной удар заработал Наполе. Небольшая разборка. Жан-Карло Перандола держит пока что игру в своих могучих руках. Этого у него не отнять. Совсем неплохо судит этот влюдитель закона. У мяча Бертони. Удар поворотом. Ну, потенциально опасно. Но не сильно, не сильно опасно. Ну что, смотрите, к 60-й минуте у нас время подходит. Это значит, что наступает время замен. Очень часто именно 60-е, 70-е минуты славятся тем, что главные тренеры меняют кого-то из подуставших или не очень хорошо вписавшихся в общий рисунок игры футболистов. Давайте тогда я быстренько назову тех персонажей, которые присутствуют сегодня на скамейке и могут выйти на зеленый газон. Так вот, начнем с хозяев поля с Удинеза. Это голкипер Леонардо Картиула. 21-летний вратарь. Вот далее два защитника есть. Оттилио Тессер и Массима Сусич. А Сусич, мы уже сказали в первом тайме, что он является самым молодым. Заявки на этот матч у Удинеза. Про 17 лет. Так, и еще есть полузащитник, значит, Даниэле Паса. Паса, тоже очень молодой 20-летний полузащитник. Ну да, и все. Пять человек. Паса, Сусич, Тессер и Картиула. А нет, забыл еще одного, извините, конечно же. Четырех перечислил. Есть еще нападающие. Вдруг придется усиливать атаку. Конечно, пока что к этому не идет, но тем не менее. Франко Сильваджи, 31-летний форвард. Между прочим, чемпион мира 82-го года. Очень неплохой. Козырь такой есть в рукаве. Луиса Веничо. Глянем на скамейку Наполя. Рафаэль Дзи Фуско, 23-летний галкифер. На этой скамейке присутствует. Также целых три защитника. Вальтер Девеки, 30-летний воспитанник Милана. Сейчас выступающий за Осликов, да, как мы уже сказали. Называют так команду в голубых футболках. Ну, не совсем голубые, конечно, они ближе к синему цвету. Но прервемся на рекламу. Глянем на скамейку. Глянем на скамейку. Глянем на скамейку. Субтитры сделал DimaTorzok D'occasione grandi e piccole e camion E guarda che la Sina è anche concessionaria Fiat e Magirus Deutz Assistenza e servizio? Ottimi! Insomma, alla Sina Auto puoi arrivarci anche in elicottero Ma te ne vai sicuro con la vettura che cercavi Sina Auto, Spilimbergo Ora anche a Pordenone in via Quileia 32 Ehi, l'uva migliore sa? Sa dove andare Da chi la sa selezionare E conosce il segreto per trasformarla in buon vino Anzi, negli ottimi vini friulani Quando la buona terra ti parla La delizia Nel friuli Telefriuli Perché parla anche di te Raffaele Di Fusco Gullkeeper Nel friuli 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 да так оно и есть и так уходит сейчас разберемся под пятнадцатым номером вышел даниэле паса а заменил паса миана ну миана действительно был не очень заметен посмотрим насколько будет хорош паса паса 20-летний полузащитник пришел из команды монтебеллу на восемьдесят четвертом году да как раз перед началом этого сезона и является воспитанником этого клуба судя по фамилии он должен быть мастером классного паса что ж посмотрим удар отворот брини ну смотрите три мяча уже в этой встрече забита вообще первый тур окончился очень и очень даже голевита скажем так 4-3 в пользу наполе был зафиксирован итоговый результат в матче 14 тура который состоялся на стадионе сан-пауло само собой и тогда дважды отличился дьего марадона правда дважды с пенальти и бертони также оформил дубль за удинеза же забивали и диньо замененный мяна как раз таки и били вот так вот на вес снимается мяч защитниками наполе отпасовывает на коротке марина на марадону анкара марадона дольфьюми дольфьюми челестине вперед идет челестине играет не совсем хитро но довольно таки точной техничной пяточкой дольфьюми в центр включается в атаку марина хороший момент удар опасности не возникло потому что мяч пришелся прямо-таки в перчатке фабио брини конечно добре не сегодня нету нет у него таких шансов отличиться как у костеллини уже не раз это отмечали несколько таких сейвов совершил которые я думаю имеют право войти в лучшие спасения по итогам всего чемпионата и не только касательно наполе а всех команд и уроки привели к фарелли перри напали на поле дольфьюми фаво фаво анкара челестини запрос на марадону получает мяч марадона посмотрите какой неуступчивый парень и какой пас и тут уже на втором этаже защита сильнее не получилось побороться нападающего на поле на втором этаже как следует бы побороться получилось но попробуй там перепрыгни всех а это зика накручивает одного за другим сказать что одного за другим но одного то хорошо оставил неудел своих соперников сегодняшних конечно же немного обеднеет серия без такого мастера если все-таки зика покинет италию но зато марадона марадона все от него ждут ждут более классные даже игры нежели была показана им в барселоне вообще-то свое время конечно же переход в барсу был очень громким важно возможно даже самым громким в европе опасный момент снимается мяч втором этаже хорошо играют не только защитник иудинеза но их сегодняшние соперники так вот и самый дорогой стал переход в барсу марадона 8 миллионов долларов примерно такую сумму был оценен этот трансфер сразу стал идолом у болельщиков аргентинеза не так просто ему там игралась очень много пропускал диегорман да вот тут посмотрите еще одна замена выходит 14 номера вальтер де векки и вальтер де векки меняет судя по всему фаво отметим медиану диспинта до тату дина форте тиро и кистан она на вута мульта мульта так у нас уже две замены состоялась мы их проанонсировали мы их и дождались на антисипа даршок а параллель вместо миана напомню вышел паса 15 номер и под четырнадцатым номером уфа вместо фава марады векки так вот так вот у каждого из тренеров к фаре еще по одному есть шанс у что-то поменять в игре путем освежение состава путем добавления свежей крови так вот не все просто да я на чем остановился у марадоны было барселоне игра у него в общем то складывались болельщики у любили но очень часто приходилось пропускать по довольно таки приличному количеству туров чемпионата но первый раз такая неприятность произошла что заболел диего гепатитом выбыл на три месяца в следующем сезоне получил перелом лодыжки тоже выбыл потом был инцидент в финале кубка испании инициировал диего марадона драку многих дисквалифицировали а его как зачинщика опять на три месяца от любит он так вот если уж не играть так сразу 100 дней практически что уж действительно размениваться на мелочи очень любил он развлекаться посещал самые разные вечерние ночные клубы девочки вино наркотики это очень не нравилось президенту хасепу нунесу и в итоге у марадоны что называется накопилось вот это все в купе плюс то что очень жестко против него играли вот эти травмы он получал решил марадона покинуть барселону даже был готов выкупить свой контракт а мы видим что еще одна замена происходит составе удинезы на поле под 14 номером появляется так давайте посмотрим кто же это у нас а это у нас судя по всему тсср до защитник тсср освежает оборонительную линию луис винничо так и тсср заменил катанию атака удинезы неплохо момент для удара но сваливается мяч с ноги о монтесано так значит все замены использовал луис винничо сср вышел на поле на 70 минуте и еще одна замена в распоряжении рина маркезе ну да заканчивая марадоне надо сказать о его вот этих заключениях в последнем сезоне барселоне то что договорилась в итоге эта команда испанская с наполи за 76 десятых миллионов долларов был продан аргентинец в итальянский клуб и с таким ажиотажем и восторгом встретила его публика что пришла встречать своего любимца у самолета и несла трапа очень-очень долго несколько тысяч человек присутствовали при этой торжественной исторической встречи а на презентацию на стадион сан паула собралось аж 70 тысяч болельщиков представляете себе какое число фанатов завоевал не сыграв ни одной еще игры за свой новый клуб диего армандо марадона отличился он правда не в первой своей встрече за новую команду а во второй если не ошибаюсь это был матч против сам дори закончился он со счетом 11 опасный момент и нормально так надежно феррарио выбивает мяч на угловой разряжая обстановку да действительно сверился я со статистикой именно против сам дори и марадона открыл счет своим голам за неаполитанскую команду на 62 минуте с пенальти открыл счет на потом сальсана этот счет сравнял так встреча и завершилась ну да ладно это уже история а тут у нас очередное повреждение и что разрешает докторам выйти на поле жан-карло пирандола главный арбитр сегодняшней встречи вообще этот сезон восемьдесят четверто восемьдесят пятого годов кроме каких-то небольших нововведений которые среднестатистический болельщик может даже не заметил отметился следующим то что после как мы помним различных очень неприятных скандалов букмекерских скандалов в итальянском футболе в начале восьмидесятых годов дабы очистить вот этот образ кальчо снять все подозрения судейского корпуса было принято решение то что арбитры на каждый конкретный матч будет назначаться случайным образом ну считайте что из шляпы просто вытаскивается фамилия арбитра такая лотерея а раньше назначалась специальная комиссия вернее комиссия она была изначально создавалась перед началом сезона утверждались ее члены и садились эти ребята в официальной обстановке сразу на весь календарь вперед расставляли судей кто какой матч будет обслуживать а вот сейчас все не так просто а это очень конечно опасный эпизод сейчас мог возникнуть но атака была прервана феррарио и феррарио получает желтую карточку все верно очень опасный прорыв был сорван как обычно не без участия зику здесь все обошлось но что оставалось феррарио его команда потеряла мяч быстрая контратака пошла на ворота касты линии благо здесь до красной карточки дело не дошло напомню я то что остается играть у нас что-то около 15 минут еще 21 в пользу удинеза уходим на рекламу и пинджи лакказа комбер ничьи фарбе пер лакказа фарбе produce продукты дликалит айди пачили интегу дай ревестименте пластичи мурали али петтуре траспиранты анти муфа дагли смальти аль импреднанты антитарло дай лавабили нелетинте пью модерне али верни че пар павименте инлено о цементе дипингере и пачили и двертенте кон колори фарбе литрови и майяно и виа удине 35 и неи миглори негови дэлла твуа цитата гараж кормор ауто vendите и д'ассистенция дэлле пиу беле веттуре дэл мерката коммуне европео tutti gli ultими моделли ингаранзия тотале а претти конвененитисми у аттретата центро ассистенция веттуре и у форнитissimo магазин о рикамби аль сервизио дэлла vastа clientела д'автомобилисты и авторипаратуре гараж кормор ауто эксперименте сериала competенца в госту сривизио не марки вибородтанте капи più elegante lo sport quando firmato a пресси да импаззлире дэлла 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы снова на футболе с Денисом Цаплиндом И мы смотрим Продолжаем смотреть противостояние между Удинезой и Наполи В рамках 29-го тура серии А К штрафному удару готовится команда Удинеза Сейчас они пробьют так пробьют, я надеюсь Потому что ждем повторения Может быть того, что устроил Марадона в первом тайме Очень красивый штрафной он реализовал А тут, конечно же, хочется, чтобы его Главный оппонент в противоборствующей команде Зика исполнил тоже что-то очень и очень интересное Хотя совсем недавно со штрафного и был забит мяч Чуть так, где Агостини-то вложил так вложил Когда Зика с Идини разыграли очень хитро Стандартное положение Удар по воротам Вот это мы ждали еще одна штанга Я как и в воду глядел Сам собой доволен, скажу честно Очень хотелось увидеть красивый гол со штрафного в исполнении Зика Но не менее красивый получил штанга и контр-выпад Осликов Осликов в голубой форме Наполи идет в атаку Девятый номер Рвется, рвется, да не дорвался Кафарелли это был И повздорился с своим оппонентом Издевается немного Галпароли, который также сегодня отметился Хорошая игра и голом уже в первом тайме на восьмой минуте Наде Кафарелли В итоге штрафной удар Неправ был Галпароли И четвертый номер Челестини навесит штрафную Судя по всему так и будет Навес действительно мы увидели Но слабоватый, слабоватый, слабоватый Марадона подбирает мяч В метрах, наверное, 15 от штрафной площади Возвращает его туда На Кафарелли, который Так и продолжает, как начал в первом тайме Периодически исполнять роль центрального нападающего Почему бы нет? Благо разрешается С мячом игроки Наполи Очередной Навес туда вперед На Кафарелли А вот уже и Марадона подбежал в атаку Не все же ему ассистируют Ну и плохая какая передача И перехват мяча Зика идет вперед Великолепная техника у Зика, конечно же Может он быстро ускориться Быстро остановиться Этим изматывает соперника Заставляет его Либо оставаться неудел Либо фалить удар Поворотом На этот раз Костеллини Не потребовалось Какие-то Сверхспособности свои демонстрировать Довольно-таки простой для него мяч По крайней мере, если сравнивать С теми выстрелами Которые мы уже Видели в течение Сегодняшней игры Давайте глянем, что происходит На стадионе в Турине А там очень много всего интересного Счет уже 1-1 И Платини Платини забил свой очередной мяч А у нас замена Появляется 13-й номер На зеленом газоне Прекрасного стадиона Фри Ули Этого многофункционального Спортивного комплекса Расположенного в Рице Что в 4-х километрах От центра города Удине И 13-й номер Это никто иной Как Пенцо Пора что-то делать Об этом мы говорили Что возможно потребуется усиление В атаке Вышел Пенцо вместо Дальфьюми На 78-й минуте Итак, все Все замены исчерпаны У каждого из тренеров И теперь нужно Играть тем ребятам И не полагаться Тем ребятам, которые уже на поле И не полагаться на тех Кто на скамейке Удар по воротам Марадоне Попал в каркас С внешней стороны Ворот И ничего Как оказалось Сильно опасного И не было Хотя вот этот Отскок От каркаса Изначально показалось Многим я думаю То, что именно Это штанга Или перекладина С разных ракурсов стадиона Вид разный С некоторых возникают Такие оптические Иллюзии Пароль Я думаю Те, кто Частенько посещает Матчи вживую Приходят на стадион Смотреть футбол С такими иллюзиями Знаком Челестини Вот потрогал мяч Пенцо В сезоне 82-83 годов Стал Пенцо Вторым бомбардиром Серии А После Платине Платине тогда забил 16 А Пенцо 15 голов Поэтому, конечно Его и выпустил сейчас Рина Маркези Спасать этот матч Седьмой номер в атаке Монтесано Ну уже особо никуда не торопится Удинеза Атакует больше позиционно Вот сейчас Вроде момент неплохой И что же будет? Да, как хорошо сыграно Эх, прием-то подкачал Сейчас бей лупи С такой позиции Сколько там было? 20 метров Ну а тут спокойно Надежно вернувшись После прогулок В центр поля Капитан команды Брус Скалотти Как совсем недавно Феррарио Выбивает мяч Зико Куда подаст Зико На ближнюю, на дальнюю В центр Ну практически на дальнюю Эдиньо Пошел вперед Эдиньо На позиции Центр форварда Эдиньо На грани офсайда Эдиньо Но нету положения Вне игры Навес Ух ты, какой момент опять Возникает сверхопасный Удар поворотом состоится Да, состоялся А там что? Был рикошет? Нет Ну, по мнению боковых арбитров Никого мяч после выстрела Монтесано Не коснулся Ну, значит, не коснулся Монтесано Монтесано вообще здесь В Италии Ну, почему здесь в Италии? Он и есть итальянец, да? Но, тем не менее, получил Еще выступая за Палермо По прозвищу Бразилица За свою технику Дриблин Прекрасно Это обращение с мячом Ну, сейчас Не совсем Продемонстрировал Те именно качества За которые Данное прозвище Было ему Дано Друзьями По команде А может и болельщиками Я, честно говоря, не знаю Кто именно наградил его Таким вторым именем Но факт остается фактом Бразилицом И поэтому можно сказать даже, что Три бразильца в составе Удинеза Зика и Динью И вот такой Рукотворный Жан-Пауло Монтесано В атаке Удинеза Ну, тут очень надежен Хладнокровен Марина Спокойно переправляет мяч Костеллини И тот уже Начинает атаку своей команды Вот Наполи вообще В отличие от многих коллективов В серии А В этом году, по крайней мере Имеет очень много В составе своих воспитанников Это тоже очень Такой показатель По-моему Довольно Яркий Который Очень так вот Хорошо характеризует Подход Неаполитанцев К своей академии К своим молодым игрокам Ну вот из присутствующих Сегодня на поле Это кто? Ну вот сейчас мы продолжим После этой атаки Ну ничего там Не было, судя по всему Что? Опасная игра? Или оффсайт был зафиксирован? Ну да ладно Тем не менее Свободный удар Так вот Среди воспитанников Это Раймондо Марина Луиджико Форелли И Костанце Челлистини Массимиляно Фава Тот же самый С этого сезона Только выступающий За Наполи Да и Чиро Ферраро Только ведь с этого сезона Жи выступает Тоже воспитанник Между прочим Как его Не забыли едва Этого Сегодня Левого защитника Ну и наверное Все Может я кого пропустил Лишь извините Ну вот Эти персонажи Так наверняка Но если Отличается Наполи Наличием Такой достойной Можно даже сказать В большой мере Юнцов Из своей академии Ну и не только Юнцов А игроков уже Некоторых даже Зрелых Но которые Прошли через Молодежный состав Неаполитанская команда Так вот В составе Удинезе Есть несколько Игроков Которые Как раз таки В свое время Поиграли За Осликов Среди них Вышедшие На замену ТССР С 78-го По 80-е годы Защищавшие Цвета Голубой команды Антонио Крисманчини Который выступает Сегодня Под 11-м номером С 81-го По 83-й За Наполи Выступал Хотя вот Сам вырос в Риме Начинал в Варезе Но потом В Наполи Его занесло И самое что интересно Луис Винничио Дважды тренировал Неаполитанскую команду За свою Тренерскую карьеру С 73-го По 76-й Потом с 78-го По 80-й Года Навес Марадоны Удар не состоялся Вынесел мяч Но недалеко Вторым темпом Атака Вне игры Было в сайт Нет Не видно бокового Арбитра К сожалению Зажег он флажок Или нет Да Судя по всему Вне игры Бринни несет мяч Именно на ту точку Где получил его Игрок команды соперников Но все-таки Если говорить Пару слов Про Винничио Тоже кстати Говоря Бразильцы То есть уже четвертого Мы насчитали В составе Водинезе Ну и неспроста На стадионе За воротами Если вы сейчас увидите Бразильский флаг Лежит Так вот Куда более Интересным Нежели Сейчас тренер Луис Винничио Конечно же Был игроком И Наверное Прославился он Прежде всего Ну не то что прославился Играл то он хорошо В серии А Довольно таки Продолжительное Время Но вот попал В свое время В Интер К Эленио Эррери И тогда сыграл Если не ошибаюсь Совсем ничего Казалось бы Такой игрок Классный Правда Попал он К Эррери Когда ему было За 30 Если не изменяет мне память Опасный момент Удар Перекладина Марадон на добивании По-моему рукой Забивает Марадона Будет ли засчитан мяч Да Гол засчитан Господи По-моему Это была рука Посмотрите Удар седьмого номера Бертони И Марадона Даже если не ошибаюсь В момент удара Бертони Находящийся в офсайде Забивает мяч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому